Вот это самое интересное. Искусство никогда не бывает ради чего. Оно просто есть. Все люди приходят в любую нишу для того, чтобы подтешить свое эго. Играться в песочнице можно только с теми, кто верит, что ты летчик. Сближаться, вопросительный знак, обнажая сердце жалом. А уже другие люди считывают совершенно другие смыслы. Они могут считывать те же, они могут считывать другие. Важно, что это помогает им быть проводниками. Человек нужен природе, он живет дольше. Вообще идеально. Приветствую тебя, Игорь. Так же, здравствуйте. Долгожданная встреча. 10 лет я пытаюсь понять, чем же ты занимаешься в разных направлениях. И до сих пор у меня нет ответа на этот вопрос. Но то, что ты очень интересный собеседник, это факт. И хочу сегодня продемонстрировать одну из наших бесед на публику. Спасибо, если публике это будет интересно. Я так же 10 лет на вопрос, что делаю, отвечаю живу. Что, собственно говоря. Что, собственно, и делаю. Правда, истина, да? Слушай, я знаю, что ты любишь и рассматриваешь под разными углами искусство. То есть, во-первых, мне очень интересно, что для тебя этот термин значит. Что такое искусство для тебя? Что такое искусство? Да все. Нет, только люди, которые прикрепили банан скотчем на доску и продали за бешеные деньги, они утверждают, что это искусство. Наверное, это тоже искусство. Искусство – это любое высказывание в некотором контексте, которое идет вразрез с тем, что привыкли видеть. Вразрез в хорошем смысле слова – это настолько прекрасно, что… Вразрез в плохом смысле слова – это настолько ужасно, что… То есть, некое отклонение от нормы. Не отклонение, а попытка улететь. Вау. Улететь в космос, типа. Куда угодно. В космос смысла на фоне того контекста, который ты задаешь. А тогда интересно, какова причина этого? Улететь ради чего? Чтобы привлечь на себя внимание? Вот это самое интересное. Искусство никогда не бывает ради чего. Оно просто есть. Так. Вот когда Карлсон демонстрировал «Одинокого петуха», картина у себя на крыше, где был большой белый лист бумаги, маленькая точка в углу, ты был одинокий петух. Он демонстрировал не потому, что ради чего, а потому, что просто «Одинокий петух» – это украшение комарки Карлсона. Потому что он так видит. Потому что ему это понравилось. Потому что для него это что-то значит. Слушай, вот у меня сейчас мысль, мы вообще любим все усложнять. Вы – да. Ну, вообще, в целом, большая часть людей, мне кажется, любит смотреть, интерпретировать какие-то простые вещи многосложно. Ну, и да, и нет. Некоторые, наоборот, упрощают очень сильно и так тоже живут. Вот что делали импрессионисты, да? Они стали с цветом работать иначе. Сказать, что они упрощали или усложняли, они упрощали с точки зрения техники, академические письма, когда было положено вот так-то выдерживать, что это называется в картине, постановку, да? Когда у тебя правильно расположены фигуры, правильно задан сюжет, ты соответствующий историческому чему-нибудь там истине, не истине, и так далее, и так далее, а цвет надо подавать вот так. Они упростили и стали рисовать, как им хочется, как им правильно показалось, как им передает эмоцию. То есть, из академизма сместились в чистую эмоцию. Получилось неплохо. Абсолютно. Ну и даже вот я бы просто разделил из такой вид искусства, как картины, да, и перекладывание трехмерного пространства в двумерное, с учетом того, что каждый человек пытается вложить больше объем своего восприятия трехмерного пространства на двухмерную поверхность. Это уже, по сути, некое волшебство, потому что минус одна зона восприятия. Ну, волшебство или ограничение, пожалуйста, ты можешь закрыть один глаз и воспринимать все плоским с самого начала. У тебя не будет 3D-изображений, никакого искусства в том, что ты изобразил то, что ты видишь одним глазом в плоскости, не случится. Эксперимент. Еще раз, если нет контекста, нет искусства. Способность воспринимать искусство, это наличие у человека этих контекстов, из которых он что-то воспринимает. То есть его глубина, грубо говоря. Фон. Фон. Окей. Ну, просто, вот, допустим, давай разовьем эту мысль. Интересное, интересное высказывание, то есть, по сути, если возьмем 5 разных личностей, и в зависимости, один ученый, другой спортсмен, третий юрист, каждый воспримет одну и ту же картину в силу своего фона, в силу своего... В силу своего воспитания, культурного слоя, места, где он жил, и так далее. То, что кажется абсолютно прекрасной девушкой на изображении какого-нибудь там туземца из племени Момбу-Ёмбу из Африки, европеец вообще может не воспринять как портрет. Он может воспринять это как паучка какого-то, или как какой-то набор веточек, или еще что-то, а вовсе не как портрет девушки. Просто потому, что он в этом контексте не живет. Окей. А как тогда складывается вот это все многообразие контекстов? К примеру, импрессионистов, когда привозили в ту же Америку, их, по сути, не понимали в первый период времени. Но кто-то же взял и сломил этот стереотип и заставил, объяснил людей воспринимать это творчество. Цена образования полетела вверх и, соответственно... Стоп, стоп, стоп. Мы про разные вещи говорим. Искусство зарабатывать деньги это другое искусство. Искусство зарабатывать деньги на искусстве это не про искусство. Не, ну подожди. Я считаю, для того, чтобы продавать и иметь хорошую цену на картину, нужно глубину под ней сформировать, какую-то основу и вот, как ты говоришь, объяснить. Еще раз. Импрессионист видел, рисовал, как он видел и воспринимал. Другой человек также мог воспринимать это прекрасным образом, не придавая этому никакой цены. Вот мы сейчас занимаемся творческим наследием художников кино. Кусакова, Карташов. Да. Муж, жена, да, фильмов у них очень много. Там у нее обыкновенное чудо, Покровские ворота, и молодежь каких-то фильмов не знает, но... Ты имеешь в виду старшего поколения? Раскадровка, да? Нет, не раскадровка. Я имею в виду то, что он творил по жизни Карташов у себя дома, у себя на даче. Мы сделали из их дачи дачу-музей, дом волшебника из обыкновенного чуда, по сути дела, по интерьеру, по ощущению и так далее. Кстати, я там буду праздновать сегодня рождение 16 числа. Приглашаю. Вот. Значит, и то, что он делал от души, то, что фиксировало его какой-то взгляд на мир, не относящийся к кино, он складывал в сарай. Когда они с друзьями праздновали на этой даче что-нибудь, они устраивали верносажики прямо на улице на деревьях развешивали эти вещи. Когда они не устраивали, они их складывали назад в сарай, три выставки за последний год только, вот с ноября по ноябрь, три выставки мы провели, его работа. Вау, эффект потрясающий. Работы складывали в шкаф в 70-е, в 80-е годы. Фотограф, который их фотографировал, говорит, если бы это вышло тогда в свет, все бы просто очумели. А почему нет? Почему не вышло? А потому что для него это было просто домашнее упражнение, он просто вот выражал так себя, но не считал нужным это выносить на публику. это вот минус того, что человек считает, ценит ли он и как воспринимает свою значимость, да? Вот это, допустим, минусы менталитета. Это я реагирую на замечание, что импрессионисты стали потом стоить ого потому, что под ними появилась глубина. Под ними глубина была с самого начала для тех, кто говорит про искусство, про живопись и так далее. Для ценителей, для тех, кто способен это воспринимать, людей, которые способны это воспринимать, не факт, что стало больше. Просто популярность определенных работ, она наконец сформировала тот круг людей, которые действительно к ним относятся, относились хорошо. По мере узнавания этих работ, миллион человек узнал, из него 20 человек зацепило, сказал вау. Следующий миллион узнал, из них тоже 20 человек сказал вау. Но когда их только привезли, их не знал никто. Просто еще же вау. А потом пришли финансисты. Да, вау-эффект складывается, когда кто-то из значимых имен либо брендов толкает этот паровоз. А потом пришли финансисты, увидели в этой фишке просто фишку, которую можно разогнать по деньгам. А фишка, которую можно разогнать по деньгам, на примере биткоина или как его там, может вообще не иметь никакой материальной основы. Я с тобой готов спорить долго. Спорить тут безусловно, просто увидели в этом фишку, как в любом предмете искусства. В любом случае импрессионисты были уникальны, в любом случае предметы, созданные ими, были уникальны. То, что финансисты умеют разгонять на рынке искусства, даже не финансисты, арт-дилеры, хорошо, арт-дилеры, умеют на рынке искусства разгонять уникальные предметы в цене, да, то, что в какой-то момент подключаются коллекционеры, не те, которые собирают от души, а те, которые собирают коллекцию, стоящую денег. Ради выгоды. Они собирают тоже, может быть, из любви к искусству, но они точно совершенно оценивают, есть у предмета потенциал роста цены или нет. То, что подключились эти коллекционеры с их деньгами, подключились какие-то галереи и так далее, создало популярность этим предметом дополнительную. Потому что, чтобы хорошо продать, надо хорошо выставлять. Маркетинг, чисто воды. К искусству не имеет никакого отношения. Продавать можно фантики. Согласен. Чего-то, да? И в этот момент количество людей, это посмотревших, в это погрузившихся и так далее, стало гораздо больше. Абсолютно естественным образом сформировалось то сообщество, тот круг людей, который воспринимал их в своем естественном контексте, в своем жизненном. Этих людей стало больше, потому что кому-то приспичило это продавать. А не потому, что у них появилась дополнительная глубина. То есть, не факт, что первое влияет на второе. Тут нет какой-то корреляции, что было первичным. У них появилась аудитория, у них появились зрители. Среди этих зрителей обнаружились те, кому это на душу ложится. И эти люди уже сказали вау от чистого сердца. Когда они это сказали, те, которые делают из этого цену, это подхватили еще немножко, чтобы накрутить цену. Аудитория еще больше увеличилась. И у них появилась еще большая цена. Вот на самом деле людей, которые понимают эти конкретные картины, больше, ну если в процентном отношении от посмотревших, наверное, не стало. Есть целая куча людей, которые реагируют на то, что да, это круто, это дорого. Но да, это круто нарисовано, это за душу уберет. В процентном отношении вряд ли их стало больше. Просто за счет популярности ценовой, за счет цены сформированной, у них появилось больше зрителей. Некая ценность появилась дополнительно. Появился другой слой ценности, да. Дай-ка я посмотрю, за что люди такие бабки платят. Слушай, ну тогда интересно, если вот брать исторический разрез. Вот много-много лет назад и веков был какой-то определенный стиль. И вот с течением времени эти виды менялись. Они не менялись, они дополнялись. Дополнялись. И вот на данный момент мы живем в такое время, что у нас есть пересечение. Большая коллекция этих стилей. И вот как вот из этого большого разнообразия, во-первых, оценивать, во-вторых, выбрать то, что тебе отражает ценность. Вот как вот, допустим, не запутаться во всем разнообразии видов? Запутаться можно только имея какое-то предвеждение. Ты делаешь предгипотезу, начинаешь чего-то смотреть, она не подтверждает, что ты думаешь, ой, я в тупике. А когда ты просто этому радуешься, ты не можешь запутаться. Чистая эмоция, да? Она тебя либо радует, либо не радует. Не радует, отложил в сторону, пошел в другую. То есть, опять же, тогда не нужно вот эти все концепции на себя мерить внешние. Вот у тебя есть свой, да, индикатор. Вот эмоции. Ну, как у того мужика. Шарики вернул в магазин. Почему? Потому что не радует. Да. Да. Ему можно не рассказывать, что шарики – это праздник, еще что-то. Не радует в моменте, и все. То есть, опять же, все, что бы мы не придумывали в мире, все сводится к личному восприятию. Конечно. Это меня либо трогает, да. Попробовать потрогать. На этом весь туризм устроен. Сколько тебе не показывают клубки на путешествии или какой-то другой дисковери, да? При первом удобном случае большинство людей говорит, дай-ка я сам съезжу. Ну да, конечно. Да, и только лень человеческой или финансовой возможности не позволяют кому-то там куда-то сдвинуться. А так, в целом, человек хочет сам попробовать, пощупать, потрогать, посмотреть живьем. Сколько бы не показывали, да, сколько бы учебников не содержало Мона Лизу, покажите мне того человека, который, находясь там, в возможности за 15 минут до нее дойти и посмотреть, отказался бы от этой возможности. Однозначно. Пиар хороший, понравится, не понравится, можно спорить, но то, что надо на своем опыте убедиться, что оно хорошо или плохо, как я ее восприму. Причем с оригиналом сличиться. Это внутреннее, человеческое. Ты сам видел оригинал Мона Лизы? Видел. И как тебе? А, я не буду комментировать. Не самая красивая женщина. Понял. Хорошо. Не, ну там же есть история про то, что это не совсем про то, что в свое время стало известно Джакондо портрет молодой девушки, которая совершенно иначе выглядела, а потом перенесли на портрет Мона Лизы ту легенду про то, что это самая красивая девушка, а тот портрет был утрачен. Действительно? Ну, я не знаю, есть такая версия, что два портрета слепилось в сознании. Вау. Интересно. Вот почему есть некая загадка. Загадка там есть во всем. Но если бы никто не сказал, что у нее супер загадочная улыбка, то я думаю, что большинство людей проходили бы мимо, как проходят мимо целой кучи других полотен. Да, да. Почему? Вот в Эрмитаже находятся две, не знаю, назвать иконы или картины, ну, с Богородицей, того же, наверное, да Винчи. Я не видел в них очередей. Тот же автор. Тот же автор, качество не хуже, женщины настолько же загадочные, улыбаются. Нет пиара получается? Видимо, да. То есть, видишь, насколько меркантильно общество? Большинство любопытных не понимают в том, что они смотрят. Но желание посмотреть как можно больше в человеке все равно сидит. Такое стадное чувство. Да. А дальше пиар, воспитание, еще что-то в большинстве случаев не позволяет человеку признаться. Ой, я посмотрел, ничего не понял. Да. Особенно, если за это кто-то другой заплатил кучу денег. Он должен сказать вау, чтобы показаться образованным человеком. Вот отказаться – это отдельная история. Это ты знаешь, вот сериал «Универ» когда-то вот несколько лет назад я запомнил фразу. Там есть такой спортсмен-качок, Кузя, да, его звали. И ему сказали, вот ты подходишь к любой картине и выучи просто три фразы – красиво, замечательно и апокрифично. И ты просто чередуешь их, когда смотришь и высказываешь свое мнение. То есть, вот если вот эту аналогию к большинству применить, то да. Потому что нужно накопить в себе что-то, да, и чтобы свое мнение, ну, типа как-то сформировать и высказывать. Конечно, для того, чтобы воспринимать разное искусство, надо самому стать разным. Ух ты. Контексты живут в каждом человеке свои. Каких накопил за жизнь? Контекст у человека, который стоит охранником в магазине последние 20 лет – один. Да. Контекст у человека, который путешествует каждый месяц куда-то в новую точку планеты – другой. Вау, абсолютно другой. Почему люди, уже видевшие сотни картин, продолжают ходить в галерее и смотреть следующее, следующее, следующее? Почему даже термин такой есть – насмотренность? Вот искусствоведы, когда занимаются конкретным автором, они могут в большинстве случаев безошибочно определить, что он – не он. Что у них есть насмотренность, они этого автора хорошо знают, они в него проникли. Они, может, на уровне подсознания уже где-то понимают, его штрих, не его штрих, его колористика, не его колористика, ну, если мы про картины говорим. То же самое про стихи. Если переходить к поэзии, там целая куча людей говорит, что они стихи любят, а как только задашь вопрос, а какие? Ну-ка. И вот тут начинается самое интересное, потому что, ну, например, те, которые учили в школе. У нас с тобой есть общий знакомый, который любит цитировать Есенина. Так. Ну, просто потому, что он ничего больше вообще не помнит из стихов. Но это производит эффект образованности. Ему конкретное стихотворение тоже нравится, он его поэтому в свое время выучил. Но сказать, что он понимает стихи, сильно-сильно погрешит против истины. Сказать, что он ими интересуется, та же самая история. Он, в принципе, этот язык не освоил. То есть некоторые люди приходят в вот эту нишу для того, чтобы потешить свое эго, да? Ну, доказать. Все люди приходят в любую нишу для того, чтобы потешить свое эго. Вопрос культуры. Да, он искренне какие-то вещи говорит или он говорит их для того, чтобы его приняли за своего, одобрили, чтобы не быть белой вороной и так далее. Это в любой отрасли, вне зависимости от того, какая она. Где-то дилетанты ловятся на раз. Он пришел, он сказал, я хирург, да? Ну, слушай, парень, если ты не знаешь, с какой стороны скальпель держать, да? Ну, ты уже не хирург. Пришел человек на картину посмотреть, непонятно, что у него в голове происходит. Но когда человеку говоришь, слушай, а ты слышишь, как звучит эта картина? И он вдруг называет то же самое или напевать начинает тебе ту же самую мелодию, которая и у тебя в голове от нее есть. Ты понимаешь, что какое-то совпадение возникло. А учиться слышать картины – это отдельная вещь, которая на самом деле тренируется так же, как умение читать по буквам. Это психологический навык переключать из одной модальности в другую. Ты знаешь, мне кажется, просто вот в нынешних реалиях у нас, у большинства людей, очень мало остается времени, чтобы набирать компетенцию в каком-то определенном направлении. Вот, допустим, раньше люди ходили по выставкам, и у них было больше свободного времени, и выбор был меньше, чем сейчас. И поэтому они фокусированно развивали в себе какую-то вот эту часть, и она была настолько яркая. А сейчас вот ты как бы здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть, и это сложнее, потому что времени становится меньше на вот такие вещи, а вещей становится больше. Получается прогрессия обратная. Ну, когда мне человек говорит, что ему что-то не хватает времени, я говорю, что его просто это не сильно интересовало. Времени всегда столько же. Раньше для того, чтобы доехать до другой галереи на поезде, надо было потратить неделю. И при этом читать стихотворение. И при этом посмотреть галерею, прочитать по дороге книжку, еще что-то, да. Теперь можно ту же книжку почитать в самолете, до галереи ты доедешь быстрее, посмотреть ты успеешь больше. Больше искушений. Ты в самолете можешь посмотреть фильм, уже есть целые айпады, встроенные телевизоры, у тебя есть очень много предложений. Секундочку. Для того, чтобы набрать 200 контекстов, я не знаю, в чем их мерить, просто назову любую цифру 200 контекстов, надо времени, что тогда, что сейчас. Примерно одинаково. Вот для того, чтобы посмотреть тысячу картин, сейчас нужно меньше времени. Потому что часть картин ты посмотришь в интернете, часть картин ты посмотришь в галерее, часть картин там, не знаю, в репродукциях. Сейчас, давай я перефразирую немного. Вот сейчас идет параллельно в Майами выставка Art Basel. Вот очень много моих знакомых в Инстаграме постят вот 500 разных сториз, это вот моментальные, да, картинки, где вот они идут, и там тысячи разных картин, тысячи разных направлений. Я за несколько лет не видел ни у одного из них, допустим, фотографии картин. А тут вот в моменте, один-два дня выставки, ну, 500 разных картин. Вопрос, являются ли они компетентными? Да, конечно, нет. Почему они это делают? Другой вопрос. И вот эти мероприятия становятся какими-то такими фрагментарными. Нет того, что человек вот ценит эту возможность. Это же, ну, типа, вау, эффект должен быть. А тут он вот два дня посмотрел, такая галочка и пошел дальше. Да нет, понятно, ощущения от секса, которого ты ждал весь великий пост, они ярче. Согласен. Но это не отменяет того, что для того, чтобы погрузиться в контекст, надо просто интересоваться. Можно быть прохожим, можно интересоваться. Ну, так вопрос как раз к тому, что вот нынешняя повестка дня дает тебе расфокусировку. И типа... Мне кажется, нынешняя повестка дня вообще не заставляет человека работать. Надо. Чем угодно. Потому что предоставляются такие сферы деятельности, которые упрощают жизнь, по сути. Ну, примитивные. Да, абсолютно согласен с этим. Если что-то не становится операционным твоим, то ты это не осваиваешь. Угу. Ну, а вот представь, если двигаться в такой же тенденции через 30-50 лет многообразия становится больше, ну, и, соответственно, человек, по сути, задача человека приспособиться к этому многообразию. Моделей жизни и контекстов, которые формируют свой человек, в которых он живет, не становятся больше. Наоборот, проблема в том, что он упрощается и уплощается. Интересно. Ты можешь посмотреть сто картин, ты можешь посмотреть миллион картин. Если он тебя один раз любил в один контекст, дальнейшее у тебя идет накопление. Качество. Начал ты это воспринимать. Научился ты смотреть их или не научился. Научился ты этот язык читать, не научился. Уже не изменится. Вот ты освоил азбуку, учился читать на каком-то конкретном языке, да? Все. Количество книг уже не влияет на то, что ты умеешь читать. Да. Но будет зависеть богатство твоего языка. Тоже может не зависеть. Это зависит от того, какие ты книги читаешь. Окей. После прочтения определенного количества книг у тебя уже богатство языка будет такое, что каждое следующее вряд ли что-то добавит. Да, имеет место. Проблема в том, что читать не учатся. Что ты под этим подразумеваешь? Читать, читать, читать. Я боюсь, что через два поколения люди даже по буквам книжки читать разучатся. Голосовые сообщения, смайлики и так далее. Для того, чтобы договориться, не надо ничего делать. Для того, чтобы найти нужный товар, надо посмотреть на картинку и нажать, считать, что их код. Вау. Упрощение. Конечно, упрощение. Словарный запас. Возьми сегодняшних школьников и возьми хотя бы советских школьников 50-х годов. Слушай, я только сегодня смотрел интервью. Вот как раз у школьников советских брали. И насколько они такие вопросы задавали глубоко, ну прям философские. Типа, что есть любовь, что есть смысл. И формирование самой речи. У меня прям мурашки были. И сейчас вот то, что я вижу на улице, это неважно Америка либо Россия. Это люди, стоящие возле камеры и снимающие ТикТок на улице. Вот смыслы, которые они транслируют, радикально отличаются. Да, да, да. Мысли у него были коротенькие, коротенькие. Проблема-то в этом. И с картинами та же самая история. Он отреагирует на то, что что-то покупают задорого, причем не в личном восприятии, а потому что, ну если у него есть деньги, если он родился в какой-нибудь семье миллионеров и так далее, а потому что консультанты по искусству сказали, что вот это надо купить. Да, есть человек, который как бы отвечает за компетенцию цены картины. И что? А у самого человека ничего нет. Почему я сейчас очень люблю, вот я как издатель книжки делаю, да, почему я очень люблю общаться со своими авторами лично. Потому что у меня большинство авторов старше 80-ти. Это тот слой культуры, когда ты просто от общения с ними балдеешь. Класс. Вот я планшет из рук стараюсь не выпускать, потому что они выходят на какие-то такие вещи, которые я считаю себя вполне себе образованным человеком, тоже не знаю. Я вынужден залазить, смотреть. Вау, это круто. Кто из современных знает, кто такой Пикодала Мирандала? Я не знаю. А он написал те тезисы, по которым потом все гуманитарное право европейское сформировалось. То есть уже основной источник уходит, как будто стирается границы кто и когда перефразировал. Источник бог бы с ним. Сами тезисы стерлись. То есть произнесят слова права человека, большинство из тех, кто их произносит, попроси назвать. Ну, там право на жизнь назовут. Право на свободу слова. Вызови фундаментальных 20 прав. И ты повиснешь в воздухе. А люди спорили, являются ли ты правами, можно ли их давать, давать ли их всем и так далее. Вот они в каком контексте жили. Можно ли рисовать портрет? Споры были. У исламистов до сих пор иконы нельзя рисовать. Ты знаешь, изображение человека нельзя в храме. Храм Василия Блаженного у нас, извините, только цветочные орнаменты. Ни одного изображения человека. Да. Да, так на секундочку. Это были споры. И под этими спорами были причины, почему можно, почему нельзя. И так далее. И не понимая, что в человеческом сознании пускало или не пускало определенную формулу, можно или нельзя, ты целую кучу вещей не считываешь просто. И не надо тут 800 предметов просматривать. Достаточно чуть-чуть по верхам, но с правильными вопросами, с правильным углом зрения. Я говорю в этом смысле интерес, любопытство и так далее, когда человек внимательно рассматривает те предметы, которые есть. И скольжение, когда он так это охватил взглядом миллион. Это разные отходы. Ты знаешь, я когда был в Эрмитаже, просто мне запало в голову одна цитата. Женщина рассказывала про картину и сказала то, что вот королевская семья, царская семья вернее, у них же было очень плодотворное такое расписание. В пять утра подъем. английский, французский, зарубежные языки, какие-то уроки. То есть, по сути, чем больше статус твоей семьи, тем больше в тебя и у твоей семьи больше ресурсов, тем ты, получается, глубже изучаешь, у тебя есть возможность становиться более разнообразным и восприимчивым. А если параллельно у работяга, который с утра до вечера, и у него дети такие же, по сути, с утра до вечера, нету возможности расширять себя. Это же и вот параллельно история от рождения до смерти у разного человека, но, по сути, разное восприятие в силу ресурсоемкости и позиции семьи. Ресурсоемкость, но если не брать совершенно какие-то отклонения, я думаю, у большинства людей примерно похожи, дай бог ее за свою жизнь наполнить. Ну, так это же во взрослом, потому что... До взрослого еще дожить надо, у вас влиять это больше у ребенка. Да. Да. Вот банальные совершенно вещи. Почему все психологи рекомендуют заниматься мелкой моторикой с детьми? Чтобы... Усилин лепить там... Чтобы задействовать на какие-то нейронные... Конечно, чтобы мозг оживлялся в тех местах, где должны формироваться какие-то связи. Просто безотносительно какие. Эти ребята не знают, какие. Да. А теперь вопрос на засыпку. Почему в богатых домах... Я не говорю там в царской семье, я не знаю, что там в царской семье, просто в богатых домах. Несмотря на то, что достаток семьи есть, несмотря на что... Девочек учили вышивать гладью и нанизывать бисер. Мелкой моторикой рукой. Мелкой моторикой рукой. В чистом виде. Иголкой владеть. А у мальчиков там были лего какие-то, строительные вещи? Лего тогда еще не было. Я говорю про времена лет 300 назад. Окей. Но сам принцип один и тот же, что если ребенку с самого начала дают вещи развивающие, не потому, что в самой вещи есть содержание, а потому, что он как тело начинает развиваться, за счет этого мозг включается. Это уже начало воспитания. Уже увеличение той самой емкости, про которую ты говоришь. Здорово. Тогда другой вопрос. Я тут с тобой согласен. Вот мне всегда интересовало, знаешь, институт семьи. И вот, допустим, Иван Ургант. У него поколение его родителей, его бабушек с дедушками. Это творческие такие, ну, глобально очень начитанные интеллектуальные люди. Конечно, Иван Ургант вырастает в человека, у которого словарный запас, импровизация, считывание какой-то невербальной информации по-другому. И он это транслирует по-другому. Вот, допустим, человек, который в семье спортсменов, Овечкин. У него мама, папа, профессиональные спортсмены. Это же, по сути, формирует тебя и двигает в направление, которое, ну, вряд ли Овечкин и Ургант могут соревноваться одинаково ровно в импровизации, как говорить. Иллюзия. Почему? Сколько великих спортсменов родились в неспортивных семьях? В процентах от спортсменов вообще. И сколько великих спортсменов родились в спортивных семьях? Да, в процентах. Ну, во-первых, так это сложно, наверное, оценить. Я думаю, что мизерный процент родился в спортивных семьях. Основной процент родился в семьях, которые к спорту очень условные отношения имели. Почему так думаешь? Ну, я просто биографии спортсменов знаю очень многих. Вот Хабиб Нурмагомедов. Я не знаю Хабиба Нурмагомедова. Я сейчас говорю про советский спорт больше, потому что я биографиями интересовался, когда мы в Советском Союзе еще жили. Хорошо. Ну, ладно, тут я могу согласиться. Сколько современных политиков имеют в своей родословной тоже политиков? Наверное, мало. Ну, повспоминай, повспоминай. Кроме династии Бушей. Бушев? Буши, как правильно склоняется. Я даже не хочу, как правильно. Так вот, а, ну, Кеннеди, да, клан Кеннеди. Ну, да, да. Да, а... И то там больше про деньги, да? В политике несколько человек, а деньгами занимаются все остальные. Наследственные, да. Вот. Передачи капитала. В остальном ты у нынешних политиков уже в третьем поколении не обнаружишь, скорее всего, никаких значимых политиков или даже руководителей. То есть, не связанные вещи. Там, я не могу сказать, что человек всегда делает себя только сам. Но обстоятельства меняются так быстро, профессии и специальности меняются так быстро, что зачастую, кроме фундаментальных схем, быть честным, много работать там, еще что-то, то, что наши бабушки и дедушки воспроизводят, да? Когда в человека заложить ничего семья не успевает. Много работать, это вот основная, мне кажется. Это у многих основная, но не у всех. Не у всех. У некоторых, наоборот. С пеленок закладывается укради, только тогда станешь богатым. Вот видишь. Да. Трудов праведных не наживешь хором каменных. Пословицу даже превратили. Модели поведения, неважно, в одной семье такая, в другой такая и так далее. Модели поведения семьи транслируются и задаются как некоторый контекст, в котором человек двигается. Предметная область, да, может быть подсунута на первом этапе так, которые занимаются в семье. Но это совершенно не предопределяет выбор человеком, чем он на самом деле будет заниматься. Я с тобой согласен, да. Когда человек понимает, что ответственность только на нем, за каждый его выбор, за каждый его следующий день, то он начинает, мне кажется, прогрессировать быстро. И неважно, сколько осталось дней, ресурсов. Возьми любого блогера. Так. У них кто-нибудь из мам, папы или бабушек, дедушек. Ты можешь представить, чтобы занимались чем-то похожим? Да, но не было тогда новшеств. Технологии были... А, неважно, понимаешь, возьми любого программиста. Так. Возьми их у дедушек, бабушек. Чем они должны были заниматься для того, чтобы этот стал программистом? Учеными, математиками. Не факт. Из хороших ученых как раз программисты получаются не очень хорошие. А, ну потому что там другие задействованы. Это другой способ жить, да. То есть все-таки ученый, он ставит опыт, да, он ведет наблюдение, он ставит опыт, а он наблюдает за тем, как что-то повторяется, не повторяется, изменяется, не изменяется, в зависимости от каких-то условий и так далее. Он экспериментирует. Ключевая тема в науке эксперимента. Любопытство. Программиста нет темы для эксперимента. Выполнить ТЗ, какое-то задание перенести в другое пространство. Нет, хакеры – это другое. Хакеры – это ученые от программирования, да. Особенно в крипте сейчас. Я сломаю, не сломаю, да вскрою, не вскрою. Заработает, не заработает. Сейчас. То есть внутри одной даже профессии, как бы немножко по-разному подходы сами. Матрица поведения базовая. Ты знаешь, сейчас вот основная проблема, допустим, в написании какой-то программы, биржи, приложения – это security. То есть ты в архитектуру программирования вставляешь в первую очередь защиту от взламывания от хакеров. Потому что в первую очередь ты можешь потерять счета клиентов. Ну, это уже технология. Вот как только это превращается в технологию, которую рутинно воспроизводит какая-то бригада ребят, там уже не остается места для науки как таковой. Ну да, я согласен. А те вещи, которые появляются на стыке? Вот, пожалуйста, вот я принес книжечку. Самая верхняя книжечка, значит, из тех, что мы издали, это того же художника кино, про которое я говорил, Карташов. Да, это стихи. Первые книжки его мы издали, ни каталог его работ, ни еще что-то. Это были стихи и рассказы. Как человек просто высококультурный, высокообразованный, он писал очень хорошие стихи и рассказы. Хотя? Хотя стихи у него не как у литераторов, которые пишут стихи. Это образ, который видит художник. То есть, его стихотворение читаешь, и ты прямо видишь перед собой картинку. Как он добивается отдельное искусство? Ну, я не думаю, что он это учился специально. Как ты говорил, это некое синтетическое? Ну, это способ видеть мир в разных выражениях. Передавать мир в разных выражениях. То есть, в виде предметов, которые он складировался на даче, это был способ восприятия. Причем там много абстракций. То есть, это способ какие-то фундаментальные вещи мира вытаскивать настроение вообще без формы. В 70-е это было вполне себе популярное течение. Вот ты смотришь на нее, ты балдеешь. У тебя хорошее настроение, хотя на самом деле это набор деревяшек, который просто определенным образом сложен. Другой смотришь, господи, ты, боже мой, страшненько становится. А это другой набор деревяшек, который просто по-другому сложен. Это вот те самые смайлики, которые сегодня живут. Ты смотришь на набор символов, и вдруг не потому, что они изображают то, что ты чувствуешь, а потому, что они почему-то так сложные. Это то, над чем бились Малевич и компания. Некий алгоритм, грубо говоря. Как можно за счет черточек, плашечек, квадратиков, кружочков и так далее создать у человека эмоцию, настроение. Форма образования. Вот, пожалуйста, он с этим работал. Когда он переходил в кино, он был очень прикладной. Ну, те самые раскадровки, те самые виды, эскизы и так далее. Но даже здесь он себя не очень ограничил, потому что у меня есть совершенно уникальный эскиз к фильму. Три эскиза. Когда он от плоских эскизов перешел к объемным. Он из пластилина сделал, по сути дела, барельефы кадров. Из будущего фильма в 3D перешел, да. Эмоционально они читаются совершенно иначе, чем плоские. Но там и фильм гениальный. Высоцкий, Терехова, Васильева, Джигарханян, Кайдановский в одном фильме собраны. Космос. Вот. Вот, пожалуйста, человек как бы с этим экспериментировал. Или портреты двух людей, которые он нарисовал просто тремя видами гелевых авторучек. А мы можем вставить фотографии этих? Ну, в теорию вопроса, да, они стоят у меня дома. В чем проблема? Все, супер. Тогда мы вот сюда вставим, чтобы люди посмотрели. Да. Молодежь особенно. Значит, вот он перешел в эту плоскость, да. Его жена, Кусакова Людмила Михайловна, от которой я напоминаю обыкновенное чудо, там «Покровские вороты» фильмы, и там еще почти 60 разных других замечательных фильмов. Про нее вообще все отмечают, что она сначала создавала некоторый мир, который потом будет в фильме, а потом из этого мира просто делала зарисовки, делала кадры, еще что-то, еще что-то. То есть, она творила не как художник. Она творила как Демиург. Что такое? Демиург, ну, творец, бог. Вот. Просто вынесем тоже. Я понял, понял. Для молодежи. Да. Вот. Значит, и потом уже внутри этого развивалось некоторое действо. Та декорация старой Москвы, которую она построила на Мосфильме, которая представляет из себя реально целый квартал старой Москвы. Она ездила, фотографировала, зарисовывала и так далее по Москве здания не старше 1903 года. Перетащила их сюда. Их полностью в натуральную величину воспроизвели на съемочной площадке и собрали из них старую Москву. Это делалось для фильма «Всадник по имени Смерть». После этого уже там много других фильмов снято, потому что в Москве натуру снимать неиспорченную современным офисом еще чего-то очень трудно найти уголок в самом себе. Задача была сделать уголок в старой Москве, который хоть как-то можно снимать. Вот. Но она этот город придумала. А когда ей сказали, так у тебя ни одной ровной стены, ни одного ровного угла нету. Это правильно. Потому что в кадре это читается иначе. Это мой принцип работы как художника кинематографического. Не делать прямых углов и прямых стен. Вау. Потому что в кино это все равно будет иначе. Когда ее спросили, а почему ты рисуешь на своих эскизах, особенно характерные эскизы, к фильму «Достоевский. 26 дней из жизни Достоевского». Значит, она везде рисовала «Черное небо». Почему? А потому что так лучше оттеняет настроение. Он же был такой мрачный. Это неважно. Оператор в кадре не мог «Черное небо» воспроизвести. Ну да. А она ему говорила, это для того, чтобы ты начал думать, как это настроение передать в кадре. Ух ты. Вот это круто. То есть она переходила в то, что я называю полифоничность искусства, когда... Не просто как художник со статической картинкой, кто как в кадр вошел, кто как одет и так далее, как свет падает. А еще и заставить своим эскизом режиссера и оператора включиться вот в этот ее мир, начать переживать тот мир, который она придумала. И тогда они своими инструментами этот мир сумеют воспроизвести и в кино. Ну то есть дать импульс. Конечно. Дать другому человеку опорную точку, от которой танцуя, он за счет своих инструментов что-то сделает другое. Если человек талантлив. Но с неталантливыми не так интересно. Играться в песочнице можно только с теми, кто верит, что ты летчик. Как дети играют. Я сейчас летчик. Если твои соратники не верят в то, что ты летчик, ты говоришь, либо я ушел в другую песочницу, да? Либо говоришь, хорошо, вы садовники, давайте будем играть в садовников. Классный пример, да. Круто. Смотри, у меня такой вопрос. Говорят, что ученые, искусствоведы, коллекционеры живут дольше всех, потому что у них есть долгосрочная цель и любопытство. То есть это как-то взаимодействует для того, чтобы ты постоянно видоизменяешь, ты достиг чего-то, и у тебя мозг привык сразу следующую цель в будущее оставить, следующую цель в будущее оставить. У тебя есть любопытство увидеть, как эта цель реализуется. Вот в отличие от обычного класса рабочих людей, что ты по этому поводу можешь сказать? Ну, можно, конечно, начать с обычной физиологии. Если у тебя мозг тренировался на разные вещи сложные, и как-то там кровь текла, чтобы снабдить все участки мозга, которые задействованы в этот момент и так далее, и так далее, то, наверное, у тебя мозг в этом смысле чуть более живой, ну, как мышцы, которые тренируются, да, чем у человека, который не загружал его особо. Правильно? Согласен. Ну, обычные мышцы, да. Человек тренируется, человек тренирован, от человека нетренирован, отличается очень сильно. Потом дай нагрузку на одного и на другого среднюю для спортсмена, но сильно большой для нетренированного человека. Нетренированный скажет, крея сдохнет. Дай нагрузку на этот мозг. Например, Советский Союз развалился, и пошли такие перемены, в которых хрен сориентируешься. Человек нетренированный скажет, крея сдохнет, а советские люди выжили. Классный пример. Потому что они научились приспосабливаться ко всему подряд. Да, критическое мышление. Критическое мышление там можно было в одну сторону, но вот задачка, как добыть на пропитание еды, когда у тебя деньги есть, а еды в магазине нету. То есть, по сути, уравнение с несколькими неизвестными. Конечно, конечно. И наши советские люди привыкли такие уравнения решать просто в лед. Наши советские люди привыкли говорить одно, делать другое, думать третье. Поэтому они выжили в этой катавасии. И я здесь не делю вообще ученые-неученые. Здесь в среднем. У целой кучи стран это был бы шок просто. У нас ничего. Так это само отряхнулись, пошли дальше. Я с тобой на 100% согласен. То же самое и здесь. У человека просто тренированный мозг. Если у него меняется, даже не он сам ее ставит, она просто меняется, он перед ней не пасует, потому что то зона мозга, которая должна за эту штуку отвечать, она тоже включается. Это как бы один ответ на твой вопрос. Другой ответ на твой вопрос, что люди с тренированным мозгом на самом деле лучше приспосабливаются. Они ищут варианты быстрее, больше и так далее. Большее дерево вариантов. Третий ответ на твой вопрос, он еще интереснее. Лука Войны Синецкий, который был одновременно гениальным хирургом, не помню, был он академиком или нет, и епископом. Говорил, что у него оперировал и во время войны, и потом нейрохирургом был даже. Говорил, что те, кто у него на столе на операционном молятся, выживают гораздо чаще, чем те, кто не молятся. Как эта корреляция работает? Не знаю. Просто статистика. Просто вот его статистика как хирурга. Когда ему ставили в укор, что почему ты оперируешь крест, ты себя не снимаешь. То есть вера, либо... Способность человека устроить свой мозг и свое мировосприятие через то, что... Это может быть даже неграмотная бабушка, да, в этом смысле? Но через то, что ты чувствуешь некоторое единение с миром через это религиозное ощущение, это тоже способность, ставящая твой мозг в какую-то иную ситуацию. Либо через некую механику. По сути, это же какой-то наработанный алгоритм, там, говорить молитвы, или ты действительно меняешь свое внутреннее состояние. Да нет, но если ты хочешь перейти к психологии, то это очень просто. Ты за счет того, что веришь, что Бог поможет, и за счет того, что ты успокаиваешься, снимаешь некоторые рефлекторные вещи, когда надо дернуться в сторону, казалось бы, да, и в этот момент ты находишь решение. Потому что... Просто потому что ты успокоился. Да. В определенной степени. Некая степень медитации. Да, медитация для этого и нужна, собственно, успокоить мозг, для того, чтобы он сам нашел решение. Утро вечера мудренее. Поспи, утром решение придет, да? Это то же самое, что делает верующий человек на автопилоте. Кто-то его научил верить. Это никак не связано с образованием как таковым. Это никак не связано со социальным статусом. Просто отдельный навык, который у человека либо есть, либо нет. И воспитывается он далеко не всегда семьей. Ну, ты знаешь, тут либо события, которые случились с человеком. Конечно. Есть же фраза, на войне неверующих нет. Да. Да. Потому что те, кто выжили, те верят. Шансы повышают. Шансы повышают. Выживают те, кто верят, да. Естественный отбор, если угодно. Вот. Поэтому... И это тоже своеобразный контекст. То есть способность успокоиться в нужный момент. Это своеобразный контекст, в котором человек живет. Ну, то есть вот по сути искусство тоже в какой-то момент, смотря на картины, если ты успокаиваешься и находишь в этом какую-то методологию в это состояние погружаться, это уникальное... А искусство ровно так и появлялось. То есть что такое было искусство вышивки, например, да? Это люди шили себе родным одежду. Но шили-то шили. Его не надо было... Не обязательно было украшать вышивкой, да? Ну, да. А вышивать когда начали? Когда стали верить в обережную силу вышивки. Женщина, вышивая что-то там, знала, что это защитит ее, и ее ребенка, и ее мужа, и ее семью. То есть вкладывала намерение какое-то. Вкладывала некоторое восприятие мира, в котором с вышивкой лучше, чем без вышивки. Соответственно, человек, который это на себя надевал, он тоже чувствовал себя более защищенным, потому что он находился в том же контексте. Понятно, да? Почему на счетах рисовали всякую лабуду? Почему знамена вообще появились? Что такое знамя? Это задание контекста. Это мы, не они, раз, с нами бог, два. Какая-то определенная... Конечно, это включение контекста. Подъем флага утренний, это включение контекста. Вот. Предметы искусства, они ровно поэтому и появились. Почему они стали выделены из обыденных предметов? Кувшин, ну, его можно условно считать предметом искусства, если он как-то сильно хорошо там расписан. Но в целом кувшин домашний, обычный, в котором хранили молоко, то же самое, он не признается предметом искусства. Массовое производство, не жалко, еще чего-то. Почему? Потому что он не переключает тебя в какое-то иное состояние. А есть вещи, которые переключают. Слушай, так вот, во-первых, подводя итог некий нашей беседы, очень классное объяснение, что же... Очень мало времени у нас было, но очень глубоко мы копнули, мне кажется, что такое все же искусство. И вопрос вот у меня возникает такой, почему на данный момент этот классный инструмент, как искусство, в различных его ипостасях, не используется обществом, чтобы во благо. Я имею в виду, чтобы переводить себя в состояние вот спокойствия, улучшать свое миро-восприятие. Это вопрос к тем, кто ставит задачи. Если ты занимаешься саморазвитием, сам себе ставишь задачу и так далее, ты в конце концов дойдешь и до медитации, и до искусства, и до еще чего-то. Причем из предметов искусства выберешь себе что-то иное. Редко кто дойдет до полифонии, когда он способен с белого цвета вычесть белый. Это ощущения вполне переживаемые, если у тебя правильно тренированный мозг. И ты даже можешь почувствовать, что получилось. Или редко кто может писать хорошие стихи. Я хорошие говорю. Тех людей, которые просто рифмуют, их много. Которые читаются другими людьми. Это труд, это искусство. Это когда человек поставил сам себе задачу. Вот, пожалуйста, сборник Милана Алдаровой. Я очень люблю эту поэтессу. Да, я читал, кстати. Хотя про нее мало что известно. Мне очень понравилось. Сейчас мы только-только поднимаем ее. Ее уже, к сожалению, с нами нет. Вот она посвятила жизнь тому, чтобы отточить слово. Я всегда привожу пример простого верлибра рыбы. Да, мы рыбы с разных глубин. Не приближайся, сплющит. Все, чтобы так коротко обозначить себя. Это послание другому полу или? Послание кому угодно. Мы рыбы с разных глубин. Не приближайся. Сплющит. В плане, это то, что я якобы заранее на более... Она сказала, да, все, что хотела. Круто. Вау, как многозначительно. Или другое. Из четырех слов. Вот каждое слово, это строчка. Сближаться. Вопросительный знак. Обнажая сердце жалом. Все. Состояние человека незащищенного, который боится сближаться, оно передано. Больше ничего не надо к этому добавлять. Ну, если еще помнить, что жала, это клевета по-казахски. Она знала казахский язык. Она не знала казахский язык. Это мы уже потом прочитали еще раз вот так ее. Вот. Для меня вот это бесспорное искусство. И только поэтому сейчас, когда вот мы проводили конкурс ее памяти, люди и музыку писали на ее стихи, и на церемонии вручения премии девушка танцевала под симфонию, которую посвятили по ее стихам, которую написал композитор по ее стихам. То есть, вот она сама не была полифонична. Ну, она читала свои стихи, да, и записи Государственной играли, и так далее. Но она вот этот смысл так могла четко подать в слове, что те, кто владеет композитором своим приемами, девушка танцующая своими приемами, чтец своими приемами, эти ребята все включились в эту игру. И оно зазвучало, стало видно. Иллюстрации изображения мы тоже включаем. В одной песочнице начали играть. В одной песочнице начали играть. То есть, она предложила ту игру, в которую интересно играть людям с разными каналами восприятия. Вот. Это людей, которые сами ставят свою задачу. Почему, ты говоришь, школьники Советского Союза задавали вопросы о любви, о совести, о чем-то еще? Да потому что в Советском Союзе шел в некотором смысле заказ на совершенного человека. То есть, целую кучу вещей из человека снимали за него, как бы думает государство, но при этом человека старались сделать лучше. Плохо или хорошо, или получилась отдельная история. Что получилось в итоге, тоже отдельная история. Но если ты возьмешь индийскую общину в каком-нибудь там этом самом ашраме, наверное, там тоже стоит похожая задача. Стремление к совершенству. Конечно. Вот что делают монахи, когда отсыпают мандалу? Повторяют. Они при этом еще и поют иногда. Они делают совершенно бессмысленную вещь с точки зрения того, кто зарабатывает деньги. Пустая отрата времени. Да. Со своей колокольни они совершенствуют мир. Потому что они его правильно выстраивают. Почему? Потому что они правильно настраивают свою мозг, свою психику. Вау. Правильно настроена собственная психика, она как-то меняет этот мир. Намерение, которое закладывает. Хочешь намерение, хочешь желание, хочешь что угодно. Очень круто. Очень круто вообще в западной философии, когда определение человека идет. Человек это тот, кто волю неба проводит на землю и энергию земли проводит в воплощение воли неба. Два потока соединяет в себе. Только этот имеет право называться человеком. И чем чище этот канал, а прочищает его человек сам, той же медитации, чем-то еще, тем точнее он встроен в этот мир. Он не сам по себе существует. Он лишь проводник, по сути. Нет. Он ровно настолько человек, насколько он проводник. Он не только проводник, он еще кушает и какает, извините. Отбросим это. Неважно. Но как человек, как часть мира, он имеет право существовать только настолько, насколько он эту задачу выполняет. Если он эту задачу не выполняет, мир его не любит. Это я отвечаю на вопрос, почему те, кто этим занят, они живут дольше, чем те, кто не занят. Вот это очень крутой ответ. Те, кто не занят этим, они родили детей. На этом проводка воли неба и взятие энергии земли, потому что дети это все-таки энергия земли, да, заканчивается. Все, программа закончена, ему больше нечего предложить миру. Он миру становится не нужен. А человек, который расширяет свой... А те, кто считывает смыслы дальше, транслирует их через то же искусство. Что такое искусство? Ты берешь, извините, глину, берешь прах земной, смешиваешь его с маслом, да, и делаешь скульптуру, картину, еще что-то. И туда вкладываешь то, что тебе оттуда открылось. А уже другие люди считывают совершенно другие смыслы. Они могут считывать те же, они могут считывать другие. Важно, что это помогает им быть проводниками. Что они таким образом воспринимают волю неба для того, чтобы уже в своей деятельности, в своей энергии что-то воплотить дальше. Человек нужен природе, он живет дольше. Вообще идеально. Слушай, давай проведем тогда конкурс. Ты привез... Расскажи вот за третью книгу, которую мы тоже разыграем. Я хочу сказать, что давайте, ребят, вы из главного... Из вот этого выпуска в комментарии напишите главный тезисы, которые вам понравились. Этот выпуск очень наполнен вот фразами, которые я уже запомнил и буду пересматривать. Что важно было для вас, напишите. И мы в три понравившиеся по смыслу комментария наградим вот этими замечательными книгами. Правильно? Пожалуйста. Третья книга, которую я захватил сегодня, она тоже в контекст нашей беседы укладывается. Это искусство цирковое. А цирк без клоунов не бывает. То есть человек, который способен взять на себя эмпатию зала, собрать и вернуть в зал с усиленной энергией, это отдельное искусство. Это вот тот самый проводник. Почему все цирковые выстраивают, прежде всего, позвоночник? Потому что позвоночник – проводник вот этого самого. Если правильно выстроен позвоночник, значит, он уже имеет потенцию хорошего проводника. Все цирковых сначала тренирует быть, по сути дела, ровными. Да. Да. То есть канал, канал же, по сути, форма канала, она и вкладывается. Жезл жуи, жезл гуи в разных транскрипциях, китайский жезл власти – это, по сути, позвоночник. Если возьмете, посмотрите, как он выглядит, можно потом картинку дать. Это позвоночник с верхним мозгом, со спинным мозгом. Вот, значит, поэтому вот третья книга, которую я захватил сегодня, это «Смеховая школа» называется, написал преподаватель, который преподает клоунаду до сих пор в цирковом училище. Он больше 40 лет преподает. Он говорит, что «Искусство видеть смешное, искусство передавать смешное». Что такое видеть смешное? Это сродни искусству обычному. Ты в чем-то, в каком-то контексте вдруг выхватываешь что-то, на что можно посмотреть иначе. Но особо ценно, когда ты сумел заставить остальных это увидеть, посмотреть на это иначе, рассмеяться над этим, пока еще не задумываясь, слушаю, а почему ты смеешься? Потому что это отличается от того, что ты привык. А что необычного ты не увидел? А необычного ты, как правило, ничего не увидел. Ты все эти действия видел раньше. А почему они стали смешными? И тут начинается вот та самая работа над восприятием мира. Кто я такой? Почему я воспринял это иначе, чем я вижу это каждый день? И что он со мной сделал, этот клоун? Потрясающе. Вот. Поэтому вот про искусство, про восприятие мира и про место человека. Потрясающий выпуск. Я благодарю за то, что ты инвестировал время в этот выпуск. Надеюсь, будем чаще встречаться. Было очень круто. Да не вопрос. Благодарю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и участвуйте в конкурсе. Пока.